Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Террористы взорвали самолет, обломки упали на цистерну с горючим. Это не сценарий фильма «Катастрофа», а легенда учений МЧС, прошедших сегодня. Спасите собаку. Во Всемирный день защиты животных. У каждого есть возможность помочь адресно. На Хакасию надвигается похолодание. Уже завтра во всех районах республики ожидается снегопад. Температура ночью опустится до 6 градусов ниже нуля, днем будет всего плюс 5. Холодный фронт уже пришел в соседний Красноярский край. Там сегодня местами выпало 10 сантиметров снега. С сегодняшнего утра в Красноярске резко ухудшилась погода. С утра идет дождь, собрасывается снегом. За городом выпал снег. И очень большие очереди на шиномонтажку. Все спешно перебываются. В районе Девногорска на перевалах усиленно работают дорожники. Пока движение не перекрыто. Однако специалисты настоятельно рекомендуют автомобилистам не выезжать на трассу в этом направлении без зимней резины. Обманутые вкладчики негосударственного пенсионного фонда сегодня, по сути, отказались от борьбы. На собрании пострадавшие пенсионеры распустили инициативную группу, которая занималась поиском вложенных денег в разорившийся фонд. На производстве у приставов сумма в 103 миллиона рублей за 4 года с помощью правоохранителей людям удалось вернуть лишь 30. Где, что, куда исчезло, как? Вообще поразительно. Но это только в нашем государстве возможно. Спокойной жизнь на пенсии для этих людей назовешь вряд ли. Вернуть вложенные деньги в негосударственный фонд пенсионеры не могут уже 4 года. Вместо сладких процентов по вкладам они получили бесконечные собрания. Появилась даже инициативная группа по работе с правоохранителями. Ее председатель – бывший директор аэропорта. Вообще-то было интересно, потому что вот наше предприятие, где я был руководителем, мы в целом предприятием всем нашли. И пенсионерам в нашем платили дополнительные пенсии. Это было интересно, это было нужно, это все верно. Мы тоже ожидали. Перебои с выплатами от негосударственного пенсионного фонда начались 4 года назад. Когда люди поспешили вернуть вложения, оказалась казна фирмы пуста. Все средства директор Николай Бедарев перевел на левые адреса. Общее количество пострадавших в итоге – около 6 тысяч человек. Сумма взыскания – 103 миллиона рублей. За 4 года приставам удалось вернуть меньше трети. Были подключены службы судебных приставов и управления Москвы, и города Новосибирска, соответственно, это все было проделано. Арест имущества. То есть сегодня все, что возможно, службы мы уже взыскали, арестовали, сделали. На сегодняшний день уже отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание. Меж тем, на самого Бедарева следователи 3 года назад завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. На днях дело было направлено в суд. В ходе следствия Николай Бедарев давал показания, однако вину в содеянном не признал. Следствием собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих его вину в содеянном преступлении. Стоит также добавить, заседание суда Бедарев ожидает на свободе, однако дата пока не определена. По предъявленной статье предполагаемому аферисту грозит максимум 4 года тюрьмы. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В эти минуты в Москве на Госсовете главы регионов обсуждают меры повышения эффективности бюджетных расходов. В заседании под председательством президента России Владимира Путина принимает участие глава Хакасии Виктор Зимин. Среди членов Госсовета руководители Верхний и Нижний палат Парламента России, полномочные представители президента в федеральных округах, главы регионов, лидеры фракции Государственной Думы. Добавим, последний раз Виктор Зимин принимал участие в Госсовете в мае этого года. Тогда обсуждались меры повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. В Хакасии прошла тренировка по гражданской обороне на территории сразу трех населенных пунктов Абакана, Саиногорска и Черногорска. Задача отработать мероприятие по переводу экономики республики с мирного на военное положение, а также ликвидация последствий аварий на потенциально опасном промышленном объекте. Наша съемочная группа побывала на месте условного чрезвычайного происшествия. Рассказывает Юлия Константинова. Согласно легенде, в три часа по местному времени террористы-смертники захватили самолет, взорвали обломки авиасудна, повредили цистерну с топливом, начался пожар. Такой сценарий развития событий мог бы привести к последствиям серьезным, ведь на объекте находились люди, вывести из огня которых главная задача. Кроме того, в резервуаре 2000 кубометров керосина. Если бы произошел взрыв, огнем бы вышло все постройки в радиусе километра. Поэтому уровень опасности условному ЧП был присвоен первый. На месте ликвидации работали пожарные расчеты, 6 единиц техники, горноспасатели. Привлекли даже Ми-8, который специальным устройством сначала набирал воду в Енисее, а потом с воздуха тушил якобы открытый огонь. Слаженность довольно хорошая. Разные подразделения здесь присутствовали, ликвидация вот этой чрезвычайной ситуации. Принимали участие федеральная противопожарная служба, противопожарная служба республики Хакасии, а также специалисты, которые обучены также ликвидировать пожар, это объекты экономики. Значит, понимание было полное, взаимодействие полное, все вопросы решались в короткие сроки. Та задача, которая стояла перед ними, выполнена. Об этом начальник управления МЧС по Хакасии доложил министру на селекторном совещании. После учений, приуроченных к 81-й годовщине образования гражданской обороны, представители всех федеральных округов отчитались о результатах тренировки. Итоги ее на российском уровне будут подведены в ближайшие дни. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. Сегодня поздравления по всей стране принимают педагоги. Официально день учителя 5 октября. Но в России по традиции профессиональный праздник работники образования отмечают в первое воскресенье октября. В канун Дня учителя лучших педагогов Хакасии наградили медалями, вручили грамоты, премии и звания. Не менее приятной благодарности за труд получили победители конкурса лучших учителей России. Четыре педагога из Саиногорска, Черногорска и села Усть-Чуль получат сертификаты на 200 тысяч рублей. Список заслуженных учителей Хакасии также пополнился на шесть фамилий. Впрочем, любой педагог и без высоких наград и регалий сегодня достоин самых добрых слов и поздравлений. Недаром первого учителя еще называют второй мамой. Помню первого учителя. Светлые волосы, длинные волосы, очки круглые. Молодая. Она всегда нас заботилась. Сейчас очень редко встретить такую доброту в людях. Я надеюсь, что этот учитель меня вспомнит и видит сейчас. И у него в душе проснутся хорошие чувства. Я о многих учителях вспоминаю только с любовью и благодарностью. Это, конечно, моя первая учительница Валентина Сергеевна. Вот она нас учила именно дружить после садика. Объединяла нас. И потом мы это старались пронести через всю жизнь. Поддерживать взаимоотношения между собой. Учителя в моей жизни сыграли большую роль. Может быть, поэтому я приехала сюда, в Абакан. Поступила в Абаканский государственный педагогический институт. Закончила его. И по-честному хотела связать свою жизнь именно с этой профессией. Я бы пожелал долгих лет жизни, вечного здоровья, понимания и спокойных учеников. Сегодня во всем мире отмечают День защиты животных. Нуждающихся в заботе братьев наших меньших очень много. И сегодня каждый может оказать конкретную помощь. Волонтеры общества «Зоозабота» подобрали пса со сломанными задними лапами. В Абакане ему сделали операцию, но она оказалась неудачной. Исправить ошибку могут только в Красноярске. Но для этого нужны дополнительные средства. Грею примерно пять лет, и он вполне мог бы быть для кого-то другом. Но пока от людей видел только плохое. Сначала оказался на улице, кто-то сломал ему обе задние лапы. А потом абаканские ветеринары взялись за операцию, но то ли по неумелости, то ли из-за плохого оборудования сделали ее неправильно. Штифт ушел в кости, началось воспаление. Вытаскивать его точно надо, потому что будет гангрена. И все, ногу придется удалить. А вторая у него ходить не будет тоже, если будет. Ни в Красноярске не сделает. То есть там получается, что вторая с таким переломом, она у него висит как тряпочка просто. И если эту потеряем, ногу, то все. Сейчас волонтеры ведут переговоры с Красноярском. Клиника согласилась сначала принять только треть суммы, остальное потом, потому что случай этот экстренный. Мы связались с красноярскими волонтерами, они пообещали нам присматривать там за ним, пообещали договориться в клинике, что их там примут и что он там будет проживать. Сейчас нам нужно только финансовые средства для того, чтобы транспортировать его в Красноярск, чтобы провел квалифицированную врач-операцию. И там он после операции находился какое-то время до полного восстановления. Ну, примерно сумма 30 тысяч. Собрано на данный момент 8 за сутки. Перечислить деньги на лечение Грея можно точно так же, как мы обычно оплачиваем свой мобильный телефон. Номер голодного телефона 8-962-844-44-14. Всё, деньги ушли. Сегодня пёс стойко переносит лечение, не скулит и не рычит, и даже сам поддерживает временных хозяев, лижет руки и пытается вставать. Как будто знает, что теперь ему обязательно помогут. Тем более, что пример у Грея перед глазами. В этой же квартире в соседней комнате собачка Кося идёт на поправку. Елена Крылова, Владислав Пустовоид, Вести, Хакасия. Горячие линии для призывников и их родных работают в эти дни в Хакасии. По всем вопросам консультирует военный прокурор Абаканского гарнизона. Особое внимание сигналам о нарушениях прав призывников. По телефону также можно уточнить вопросы, связанные с прохождением службы. Позвонить по номерам, которые сейчас на экране, можно в любое время суток. Горячая линия будет работать в течение всего призыва. То есть до конца этого года.